Северопольские детские сады Позаботились о ремонте и безопасности от ковид В городе 67 садов, но на сегодняшний день все равно При том населении и при той очередности пока нехватка есть Поворот не туда, автомобилисты массово сетуют на непонятную дорожную развязку в районе нового аэропорта Мы сами местные и то бывает путаемся с этими знаками Местами меняют их и бывает что не замечаешь их И проезжаешь не туда, куда тебе надо Юную героиню-спасательницу наградят и в Крыму, и на родине в Туле Семилетняя девочка, спасшая маленького друга из бассейна в одном из отелей Судака Уже получила путевку в Артек от главы Крыма Сергей Аксенов поблагодарил и родителей, и ребенка, совершившего совсем не детский подвиг Они смогут самостоятельно выбрать наиболее удобную для посещения лагеря смену Ранее о присвоении награды Даши Павловой завинил и министр чрезвычайной ситуации республики Сергей Шахов Позже о готовности присвоить школьнице региональную награду заявил и губернатор Тулы Алексей Дюмин На родине ее после крымского отдыха ждут с почестями Перед камерой ребенок волнуется заметно больше, чем перед прыжком в воду Вот и первое интервью Ну, я думала, что, типа, ну, типа, я хотела этого Просто я боялась, что мальчик захлебнется, и у него он начнется, ну, это Откачивать? Откачивать будем потом И я боялась, что как-то там это все родители переживут, они расстроятся Этим летом далеко не все симферопольские родители решились отправить своих малышей в детские сады Руководители дошкольных учреждений и городские власти воспользовались возможностью, чтобы привести садики в порядок Тут и косметические ремонты, и обеспечение безопасности сразу по трем критериям Антитеррор, пожарная опасность и коронавирус Насколько состояние детсадов устраивает главу управления образования Симферополя Татьяну Сухину, узнавал наш корреспондент Никита Егоров Меньше чем через месяц стартует новый учебный год, и именно сейчас самое время проверить, как образовательные учреждения подготовились к работе Глава профильного управления Симферопольской администрации Татьяна Сухина провела небольшую ревизию, начала с детских садов Здесь, например, особо интересны складные кровати, которые при небольшом пространстве позволяют вместить много детей В городе 67 садов, но на сегодняшний день все равно, при том населении, при той очередности, пока нехватка есть Впрочем, в садиках важно не только удобство и возможность принять как можно больше детей, но и обеспечить их безопасность Сейчас дошкольные учреждения работают в режиме дежурных групп, но даже в таких условиях проводится регулярная дезинфекция Даже игрушки перемывают каждый день Для того, чтобы и воздух был чистым, в детсады продолжают закупать рециркуляторы Совет министра Министерства образования и науки Республики Крым Сейчас запросили у нас данные, сколько у нас недостающих рециркуляторов Нам будет выделено еще 624 для школ города Симферополя Закуплены и выделены деньги сессии городского совета администрации школы для всех дезинфицирующих средств То есть по санитарным нормам дошкольные учреждения школы города готовы к началу учебного года Подготовка к новому учебному году – это, конечно, не только ремонт и покупка рециркуляторов Куда важнее, чтобы и педагогический состав был сформирован Как раз сегодня 45 молодых специалистов подали заявление, чтобы устроиться на работу в Симферопольские образовательные учреждения Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ Крымские специалисты выявили в Республике 39 новых случаев заражения коронавирусом Это очередной антирекорд поставленной инфекцией Ранее максимальный показатель зарегистрировали в среду, 5 июля Число новых больных составляло 38 человек С начала пандемии, по данным специалистов, в Крыму насчитывается почти 1400 зараженных COVID-19 Лишь 74 случая привозные, в лабораториях активно занимаются обследованием населения Один из пациентов не смог перенести болезнь и скончался Таким образом, он стал 16-м умершим от коронавируса За прошедшие сутки удалось протестировать более 3000 крымчан Устойчивый рост количества зараженных говорит о том, что борьба с коронавирусом в Республике еще не подошла к концу Медики настаивают на том, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию Также использовали средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте Дорожная ситуация на выезде из Симферополя в сторону Евпатории ныне иногда отправляет автомобилистов на взлет Все дело во временных знаках, которые дорожники разместили в стороне от шоссе Из-за этого, если крутишь руль без помощи гаджета, легко сбиться с выбранного маршрута Многие завсегдата и местных трасс путаются в направлениях Что уж тут говорить о туристах, которые заполонили Крым, несмотря на вводимые весной ограничения К тому же, по оценкам экспертов, именно автомобиль сейчас приоритетный транспорт для летних путешествий на полуостров Вот определяющий момент, когда водитель должен четко понимать дальнейшие действия в интенсивном потоке Грессовский поселок, позади и впереди развилка, аэропорт Евпатория Справа едва заметный знак, надпись на желтом фоне Именно он задает последующее направление пути Однако, даже учитывая предусмотренную требованиями других знаков Умеренную скорость, заметить его не так просто Знак 1, 12, 1 Он относится к категории предупреждающей Согласно ПДД России сигнализирует водителям Осторожно! Впереди опасные повороты По-прежнему стоит тут, хоть и накренился подобно Пизанской башне Теперь знак уже утратил свою актуальность автомобиле От того самого опасного Поворота на Евпаторию Теперь отделяют бетонные блоки Привычный прежний маршрут заставляет подавляющее большинство водителей Подобно героям американского короля хоррора Роба Шмидта Поворачивать не туда С разворотом неудобно крайне С аэропорта, когда выезжаешь, приходится 10-15 километров Куда ехать в сторону города, чтобы развернуться? Информативности мало Особенно, кто первый раз едет Айдер Аметов, профессиональный водитель и местный Аксакал За рулем он уже более 40 лет Если прибавить к этому числу еще 1-0, получится примерное посещение им крымской здравницы Евпатории Даже несмотря на это, однажды на пути в Саки Также вынужден был, как за штраф в Формуле-1, намотать дополнительный круг Мы сами местные, и то бывает путаемся с этими знаками Местами меняют их, и бывает, что не замечаешь их И проезжаешь не туда, куда тебе надо В растерянности дальнобойщик Сергей, везущий молочную продукцию в Крым из далекого Воронежа На этом месте его фура проезжает также далеко не первый раз Но вот загвоздка Нет, просто я проехал, мне надо было на аэропорт, наверное, повернуть Или здесь можно повернуть Я думаю, теперь смогу я здесь повернуть или нет Сетуют автомобилисты также на выезд в город на обратном направлении Ведь если все же погрузиться в гаджет В этом фрагменте крымских дорог на мониторе увидишь красные полоски Участок максимально загружен Вот и приходится часами в попытках выехать на главное шоссе Сжигать и без того недешевый бензин, стоя в пробке И это неудивительно, автомобиль – главный транспорт для поездок в Крым За первый месяц, когда Крым начал работать для приема туристов со всей Российской Федерации Мы приняли уже 1 миллион 432 тысячи туристов Это действительно сопоставимые с прошлым годом показатели Загрузка очень высокая, все это отмечают Практически по всем туристическим территориям Она достигает 80, в некоторых случаях 90-95 даже процентов Мы понимаем, что эта загрузка практически полная Впрочем, как именно решить проблему – непонятно Единственный аргумент ответственных за разметку и установку знаков Дорога временно и продолжает строиться Поэтому, как советуют герои русского фольклора, остается терпеть В службе автодорог Крыма сослались на полную занятость руководства Методы решения проблемы нашей редакции обещают озвучить позже Тарас Брезицкий, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ А мы продолжаем выпуск, не пропустите во второй его части В администрации Симферополя рассказали, что делать людям, чтобы в их подъездах сделали ремонт Ответ не удивил – нужно жаловаться в управляющие компании Смотрите, какие дырки Посмотрите, какое все это обшарпанное А мы за это все платим В Симферополе задержали местного жителя, который жестоко избил 28-летнего молодого человека У пострадавшего диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму Отделом полиции Киевский УМВД России по городу Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления Предусмотренного частью 2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ Крыму в нынешнем году, несмотря на пандемию коронавируса, снизилась смертность в соотношении с аналогичным периодом прошлого Об этом заявила на заседании профильной межведомственной комиссии вице-премьер Елена Романовская Показатель снижения составляет 3,2% Не так свирепствуют болезни органов дыхательных путей, туберкулез, система кровообращения При этом Романовская акцентировала внимание на том, что необходимо повысить меры профилактики наиболее коварных недугов Болезни сердечно-сосудистой системы и онкологических Они по-прежнему в Крыму чаще других вызывают смерть Министр здравоохранения Игорь Чемоданов в своем докладе отметил, что смертность прошлого года составила более 14%, что в точности повторило значение 2017-го При этом министр труда и социальной защиты призывает специалистов стремиться к выполнению в регионе показателей национальных проектов здравоохранения и демографии Северопольские подъезды – это настоящее произведение искусства управляющих компаний Многочисленные трещины образуют собой высокохудожественную паутину, а дыры в полу становятся репликой лунной поверхности В администрации рассказали, в чем причина такого состояния подъездов и что люди могут с этим сделать За многие десятки и сотни съемок корреспонденты телеканала ИТВ заинтересовались, почему подъезды домов по всему Симферополю в настолько ужасном состоянии Трещины и осыпавшаяся штукатурка, дыры в полу и неприятный запах Любой житель города сможет подобрать еще с дюжину подобных эпитетов всего за несколько минут В доме на 60 лет октября 17-65 даже почтовые ящики и то пугают своим внешним видом Смотрите, что с ящиками? Мы не можем ни закап, ремонт, вот так ложат, все, и оно все здесь валяется Люди не платят не за того, что не хотят платить, а за того, что квитанции не могут получить Смотрите, какие дырки, посмотрите, какое все это обшарпанное, а мы за это все платим А вот еще два подъезда в похожем состоянии – Зеленая 31 и Белла Куна 15 Аварийными их назвать сложно, но ходить здесь каждый день едва ли приятно Здесь вечная сырость, отвратительный запах, жуткого вида стены и штукатурка, которая держится уже даже не на честном слове Помогают лишь сверхъестественные силы Мы решили поинтересоваться у властей Симферополя, почему так происходит и что можно сделать Оказывается, проблема в том, что многоквартирные дома самоорганизованы Старшие домов должны прорабатывать с управляющими компаниями, с директорами управляющих компаний В данном случае есть, например, наши управляющие компании, Центральный железнодорожный, Киевский жилсервис И те расценки, которые у них утверждены, сами жильцы выбирают, что они хотят видеть при эксплуатации и обслуживании этих домов Если они определились, что они готовы осуществлять текущий ремонт подъездов, то, соответственно, составляются соответствующие графики И по этим графикам эти работы должны выполняться По словам Сергея Григорьевича, выходит, что самим жилсервисам попросту наплевать на состояние подъездов Прилегающей территории и других элементов многоквартирного дома В таком случае единственный способ решить проблему Это заваливать коммунальщиков письмами и жалобами, обрывать телефоны и ежечасно стучать в кабинеты Получается только так Именно такой совет дали в администрации Правда, в чуть более мягкой форме Работайте с руководителями управляющих компаний более плотно Или обращайтесь к властям Никита Егоров, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ Симферопольские полицейские задержали 23-летнего местного жителя За подозрения в нанесении тяжких телесных повреждений 28-летнему молодому человеку В результате драки пострадавшего пришлось госпитализировать Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму Ушиб головного мозга и перелом основания черепа По информации правоохранителей, драка случилась на остановке возле одного из симферопольских баров Потасовка попала на камеру видеонаблюдения На кадрах отчетливо видно, как словесная перепалка переросла в полновесную драку В ходе которой агрессивный парень сначала повалил оппонента на дорогу А затем ударил его по голове ногой В результате пострадавший потерял сознание Подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений уже сознался полицейским всадеянам Отделом полиции Киевский УМВД России по городу Симферополю Возбуждено уголовное дело по признакам преступления Предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет Компьютерная перезагрузка в МФЦ С 7 по 20 августа в центрах единые документы не будут предоставляться услуги Росреестра Кроме того, уже с четверга их можно получить только по предварительной записи Причина всему, сообщает в пресс-службе Госкомитет по государственной регистрации Кадастру переходит на новое программное обеспечение В МФЦ понимают высокую востребованность среди крымчан этих услуг Поэтому планируется увеличить время приема заявителей на получение Росреестра в октябре текущего года Также подчеркивается, что оказание всех других услуг осуществляется без каких-либо ограничений Это означает, что получить их можно, как записавшись предварительно, так и получив талон в очереди, находясь непосредственно в центрах Предварительная запись на получение услуг Госкомрегистра до 6 сентября уже открыта 1 сентября в Крыму льготники смогут платить за проезд банковской картой системы МИР Эта функция доступна уже сегодня, однако деньги со счета пока что списываются Проезд будет бесплатным даже при нулевом балансе Льготный проезд на банковской карте активируется не автоматически Сначала придется написать заявление в органах труда и социальной защиты по месту жительства, либо в отделении МФЦ При себе необходимо иметь копию паспорта и льготное удостоверение Если пластиковая карта не обладает функцией бесконтактного платежа, необходимо обратиться в банк для ее замены На сегодня у меня все, в студии для вас работал Тарас Брезинский Я желаю вам приятного вечера и всего самого хорошего Будьте здоровы и оставайтесь с нами До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова